Давно его не было у меня на канале. В последний раз я упоминал об Андрея в контексте челленджа 5 тонн от Дениса Тименихина. Сейчас настроим короче камеру и начинаем в бой. Андрей устанавливал рекорды один за другим, но после организм дал сбой. Подробностей о состоянии здоровья не было и на финал соревнований Исмаев так и не приехал. А жаль, можно было не участвовать, а просто забрать деньги за уже установленный заочный рекорд. Но не получилось и ладно, видимо на то были серьезные обстоятельства. Но в сентябре и октябре Андрей с другом Александром мощно прокачивали канал и руки. Даже устроили эксперимент. Месяц качали только мышцы рук. Мы каждый день качали руки. Здесь прикол каждый день. Нет, ну мы отдыхали три через один. Поймите, что почему мне было сложно, потому что я уже был за 50 сантиметров руки, да? То есть прибавить на таких объемах это реально тяжело. Что мы сегодня руки делаем? Надо уметь напрягать в каждом движении мышцы. Такие горбацкие горды. Не болтает. Ё-оу, шматкало. Ты, кстати, опять делиться на чего, Андрей. Одной рукой подтягиваем с разворотом кисти. Пипец он сжимает сильно, вы даже не представляете. А что сгалят, если можно на площадке сделать? Правильно? Ну никто же не знает этих тонкостей, понимаешь? Это реальная тонкость. Все равно я скажу, что это для фильма. А, точно, точно. И прорабатывали они руки самыми разными способами, под самыми разными углами на, пожалуй, что запредельное для обычного посетителя зала количество повторений. И это сработало. У Андрея руки в обхвате выросли до почти 60 сантиметров. Короче, кабину по 60 сантиметров прокачиваем. Как? Надо вес набирать, естественно. Никто не говорит о руках чистых, ну в плане сухих, 60 см. Даже у головы на Олимпии были там 58, наверное. 59, но. 59. Параллельно друзья заливались всем, чем можно, энергетическим, бодрящим, кровенаполняющим, пампящим, в общем, экспериментировали по полной. Чисто, то есть он, как я понимаю, предтрен покупал чисто друзей, так сказать, на тот свет отправить. Дошло до того, что даже собственные предтрены делали, лишь бы в очередной раз удивить ЦНС. Сегодня делаем авторский претонировочный комплекс. Полезло вообще, полезло реально. Надо залить, чтобы послачивать. Следующий ролик будет из больницы, похоже. Так сказать, сел на пенек, убрал порошок. Ты один глоток сделал, надо хотя бы стакан, стакашку-то выпить. Ну и что насчет здоровья? Сколько было вопросов, что было с Андреем летом? Насколько все серьезно? Сможет ли он тренироваться дальше? Как видим, смог и немного упомянул о проблемах со здоровьем. Сейчас он немножечко и тренировки силовые больше пришел, и предтрен не пьет. Да нет, дело в том, что я еще даже не выздоровел. То есть у меня температура ушла, но еще симптомы, которые вот остались, я же не сказал все конкретно. То есть основное, что было, это воспаление с температурой. А там потом еще другие болячки вскрылись из-за этого воспаления. И как бы эти болячки никак еще не проходят. Ну а, кстати, за здоровьем Андрей решил все-таки следить, учитывая, что он никогда не скрывал, что применял препараты, но при этом ПКТ никогда не делал. Это хорошая идея. Он сдал анализы, снизил дозировки. И, кстати, результаты этих анализов, я уверен, многих удивят. Кстати, друзья, мне небольшой анонс скажу. Не то, что я сливаюсь. На здоровье надо следить, а я всю жизнь клал болт. Я бы до 60 очень хотел дойти, но в этот раз я просто буду курс уже все. Слаб же делать прям очень низкие дозы. В мере быстрее, но. 200-300 миллиграмм максимум в неделю. Я прям хочу 60. Просто реально я сейчас понимаю, что столько, сколько я делал, даже при низких дозировках, грубо говоря, здоровье реально просадил конкретно. Поэтому сейчас будут либо низкие дозы, либо вообще сойду, пока она нет. Почему я не хотел сдавать? Вот смотрите, да. Вот мы сдали всего лишь ЛГФ и ЛГЭ, тестостерон, свободный, общий, пролактинострадиол. 2,5, и это еще скидка была. Короче, 2,800. По поводу теста, честно, не знаю, что там покажет. По-любому там пролактинострадиол завышен. Свободный тестостерон тоже. Референсное значение, напомню, от 1 до 28, у меня 25. В последнее время, я уже где-то месяц, я отошел от грамма, я ставлю 200 миллиграмм в неделю. Все равно у тебя не будет таких показателей? Это как бы получается сколько? Это 1,5 от грамма. Почему я так решил сделать? То есть я решил перейти вообще на минимальные прям дозировки, потому что хочу проверить, как бы будет у меня на этом такой же результат или нет. Решил вот на этом попробовать, посмотреть, что с этого получится. То есть, друзья, у меня, короче, ФСГ 0,43, при начальных значениях 0,95 до 12. Ну, то есть он не в референтах. ЛГ. Начинается вот единица у меня меньше 0,09. Опять же, ну это, я предполагал, что ФСГ и ЛГ в нулях, но это понятно почему, да? Но, конечно, в этом видео я привожу только фрагменты видео с участием Андрея Александра. На канале Андрей Смаев этих видео гораздо больше. Парни в дуэте очень продуктивные. У них свой канал, свой стиль, свои приколы, много новых видео. И все честно и открыто, что редко встретишь в наше время и что ценят их зрители. Собачьим кормом пахнет. И пошли сокращать. Я уже хочу упороться, реально, работаем. Так что вперед. У меня, короче, руки реально просто говорят с покиноки. 59, слышишь? Давай предплечь. 45. 5. 45. То есть это рекорд у тебя в руке? Ну, конечно, да. Больше ты не делал, да? Ну, я даже раньше, вот я, конечно, руки на руки делал акцент, но вот именно такой, как вот в эти 60 дней, которые мы делали, такого не было. В общем, ссылку на канал Андрей Смаев, который принадлежит, насколько я понимаю, обоим парням, я оставлю в описании под этим видео. Я очень надеюсь, что парни в своем собственном оригинальном стиле совсем скоро пробьют планку в 100 тысяч подписчиков. И что скоро мы увидимся лично. У меня есть идея, как я могу немного поддержать их в развитии. Но это будет после. В подъезде вкачивались, реально в подъезде, поэтому без разницы. Главное, чтобы вы просто вкачивались. Вкачка, она дает результаты, надо просто ждать, терпеть. Просто это не бывает быстро, вот и все. Опять же, мы с Андреем не раз обсуждали, это была моя инициатива. Я предлагал ему варианты, как можно реализовать его генетику, его потенциал, в том числе с точки зрения соревнований и различных бонусов, которые приходят вместе с подготовками и выступлениями. Но Андрей решил, что это не для него. Просто иногда хочется тряхнуть стриной и проверить, а способен ты вообще что-то поднять уже или нет. Или уже все, пора там на пенсию уходить. Вот. Вроде проверил, но вроде нормально. И ты понимаешь, что если надо подготовиться, можно, допустим, на силу что-то поднять, если нужно. Просто не нужно это. Это его позиция, я ее уважаю. Андрей занимается тем, чем хочет, тренируется как хочет и при этом он прогрессирует. Кстати, это было интересное видео, он сравнивал свои объемы с пиковыми объемами Арнольда. И стоит признать, достойное сравнение получилось. Плюс, вы видите, на этих кадрах Андрей смотрится действительно впечатляюще. Ну, 55,5 тогда средний. 55,5, короче, сравниваем, да? Стоп, ну, это, ну, вот у тебя на расслабленную, 51,5. 52, короче, на расслабленную. Давай напряжемся. Ё-мо-мо-мо. 54,5. Ну, 54,5, да, где-то. Ну, 54,5. 54,5, около 55, короче. Это на холодную, на расслабленную. Ну, на напряженную, холодную. Без пампа, короче. И учитывая, что ранее у Андрея даже появились свои критики, свои хейтеры, которые осуждали его за то, что он якобы не хочет реализовать свой потенциал, не хочет использовать шанс, который ему выпал, я надеюсь, что на настоящий момент этих критиков уже не осталось. Впрочем, посмотрим, какие комментарии вы оставите под этим видео, как вы отреагируете на прогресс Андрея Смаева. Все, ребят, мы полетели. Классные всем тренировки, кто занимается. Будем сейчас тестить, будем рассказывать ощущения.